Когда мы оказались здесь, в штате Калифорния, США, для меня очень необычным было то, что люди здесь делятся чем-то, что я вам сейчас покажу, с незнакомыми, да, вообще с незнакомыми людьми. Я расскажу несколько своих историй. Вот первая из них. Мы познакомились с девушкой на детской площадке, ее дети немного старше моих. И она просто так отдала нам вот такую качалку. Кроме такой замечательной качалки, девушка отдала нам неоткрытую пачку подгузников, оставшихся от малышей. Как раз она нам подходит. Подушку для кормления ребенка. Я еще ни разу ей не пользовалась. Она объяснила мне, что надо класть на себя подушечку, сверху малыша. И целый пакет одежды для малыша. Это и летняя одежда, и теплая. У нас тут тоже есть зима. Целый пакет чистой, аккуратно сложенной одежды, которая, как будто ее вообще не носили. Кроме просто супер аккуратно и как будто новых вещей, аккуратненьких, чистеньких, есть вообще абсолютно новые вещи. Просто сто процентов новые вещи. Снова новые вещи. Абсолютно новые вещи. И набор, я не знаю, для чего он. Я поняла, что это как будто пеленка. Просто дорожный вариант. Сумочка. Тоже я не поняла, для чего. Возможно, для подгузников. Выглядит, конечно, все новым. И какой-то твердый клач. Для чего он? Что можно в нем хранить детское? Для чего? Может, это для подгузников? В подушке показаны варианты, как можно ее использовать. А вот на этом не написано. Напишите мне, пожалуйста, что мне сюда складывать. Куда мне складывать подгузники? Сюда или все-таки вот сюда? Для чего это? Мы виделись с этой девушкой один раз в жизни на детской площадке. Когда она передавала нам эти вещички, она спросила, не нужны ли мне ходунки? Не нужны ли мне еще какие-то игрушки? Я уже не помню, какие. Я не взяла, поблагодарила. Мне не все было нужно. И вместе со всем она положила нам пакет угощений. Это уже мы, конечно, съели. Не она перед тем, как нам отдать. Это только первая история. Я расскажу еще несколько. И только потом скажу вам, почему здесь так делают. Напомню, мы виделись с девушкой один раз на детской площадке.